Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим про изменения климата и о том, какие риски оно несет для Каспийского региона и для региона Центральной Азии. На видеосвязи со мной сейчас Исмира Ахмедова, руководитель Центра аналитика информационных ресурсов, преподаватель кафедры «Прикладная экономика» Азербайджанского государственного экономического университета, а также к нам присоединяется Сануи Байзода, представитель Таджикистана в исполнительном комитете Международного фонда спасения «Арала». Уважаемые эксперты, я приветствую вас! Добро пожаловать к нам в эфир! Здравствуйте! Сануи Шадеевич, хочу сначала обратиться к вам. Вообще, общеизвестно, что изменение климата по всему миру идет неравномерно. Где-то оно практически пока не чувствуется, а где-то уже отчетливо видны изменения, наводнения, пожары регулярно происходят, опустынивание земель, аномально высокие температуры, от которых вплоть до того, что гибнут люди и животные. И то же самое с прогнозами. Очень разные прогнозы для разных стран. Для каких-то стран относительно благоприятные прогнозы, изменение климата не так сильно их затронет. Для других стран, наоборот, прогнозы очень неблагоприятны. Ну, допустим, взять островные государства, там прогнозы вплоть до того, что они могут исчезнуть с карты мира, потому что идет таяние ледников, подъем уровня моря, соответственно, их просто может затопить. Расскажите, пожалуйста, каковы прогнозы для вашего региона, для Центральной Азии? Вообще, насколько опасны изменения климата, глобальные потепления для стран Центральной Азии? Большое спасибо. Действительно, как вы отмечаете, изменение климата оказывает воздействие по всему миру, во всем регионам мира. И Центральная Азия имеет резко-континентальный климат с сухим, жарким летом и значительными перепадами температуры между днем и ночью. И, по мнению экспертов, скорость изменения климата в Центральной Азии опережает общий мировой темп. С учетом того, что 90% последствий изменения климата передается через водные ресурсы, и они имеют стратегическое значение для стран региона, последствия изменения климата несет большие вызовы и угрозы для наших стран. Уже сегодня мы ощущаем на себе пагубное влияние климатических изменений. Наши ледники ускоренно тают. За последние 100 лет мы потеряли около 30% запасов наших ледников в объеме и около 1000 средних и мелких ледников в количестве. Количество жарких дней в году увеличилось с температурой более 40 градусов Цельсия. Это оказывает негативное влияние на здоровье населения, на сельское хозяйство. Маловодные годы стали чаще происходить в нашем регионе. Если раньше они происходили с периодичностью 4-5 лет один раз, то теперь мы иногда ощущаем их через год. И, конечно, это все оказывает для наших стран негативное влияние. Число стихийных бедствий, связанных с водой, такие как сели, наводнения, оползни, стали больше происходить от их воздействия. Ежегодно мы теряем сотни миллионов долларов и иногда, к сожалению, они даже это приводят к человеческим жертвам. Мы также наблюдаем ствиг выпадения осадков и самое главное прогнозируется в среднесрочной перспективе увеличение речного стока, а потом резкое существенное сокращение речного стока в долгосрочной перспективе. Мы также наблюдаем повышение количества пыльных бурей. Если раньше они происходили 4-5 раз в году, то в прошлом году буквально мы имели их около 30. И это все не может не вызвать у нас большую тревогу. Исмира Ханома, теперь хочу к вам обратиться. И на Центральную Азию, и на наш регион, на Южный Кавказ очень сильно на климат влияет, конечно, Каспийское море, делает климат это море мягче в нашем регионе. Но касательно Каспийского моря прогнозы тоже не очень оптимистичные. Исследователи говорят о том, что к концу этого века его уровень может сократиться, снизиться на примерно 9-18 метров. Это значит, что где-то 25%, то есть четверть своего объема, море может потерять. Как вы считаете, какие проблемы это может повлечь за собой для нашего региона, вообще для всех прикаспийских стран? Спасибо за вопрос. Вы говорите, что насыщая проблема. Дело в том, что если мы посмотрим немножко претроспективу изменения уровня Каспийского моря, то мы можем увидеть, что то уровень понижался, то увеличивался. Поэтому те прогнозы, которые строятся, это надо еще посмотреть, какой метод использовали. Почему? Потому что если этот ретр такой прямолинейный, то да, возможно, этот прогноз может оправдаться. Тем не менее, есть и другие прогнозы, которые говорят, что это циклично, уровень до какого-то степени может, до какой-то степени понизится, потом увеличится. Тем не менее, несмотря на этот метод, который применяется, изменение климата создаёт множество, конечно, проблем для Каспийского моря в настоящее время. Какие из них? Например, изменение уровня Каспийского моря. Какие проблемы вызывают вот этот факт? Это разбор берегов, который приводит к потере земель, к разрушению экосистемы. Движение уровня воды в реках, которые впадают на Каспийское море, прибрежно к Каспийскому морю. Это изменение климата приводит к сокращению осадков и таянию ледников, уменьшает поступление воды в реки, которые питают Каспийское море. Это может и вызывать дефицит воды для сельского хозяйства, промышленности, питьевых нужд. Потом идёт потеря разнообразия комиссии. Изменение температуры и уровня воды влияет на экосистему. Это может привести к сокращению численности рыб, других видов обитающих в Каспийском море. Потом эрозия и засоление почв. Снижение уровня рек и изменение гидрологического режима может привести к увеличению засоления и эрозии почв. Это, конечно, тоже негативно может сказаться на сельском хозяйстве. Потом изменение уровня воды в Каспийском море может вызвать социально-экономические проблемы. Ухудшение условий жизни может привести к росту каких-то социальных напряжений даже. Потом энергетические риски. Снижение уровня воды в рамках может привести к ограничению доступа к гидроэнергетическим ресурсам. Тепловые воды также могут увеличить потребность в электроэнергии для охлаждения воздуха. Что также может привести к слишком большой перезагрузке и потребности в электрической энергии, в том числе, которые получаются с помощью гидроэнергетологии. То есть все этот комплекс проблем, она требует комплексного подхода к укреплению. И включает в себя меры по адаптации, смягчению последствий изменения климата, а также меры по улучшению водных ресурсов, защиту прибрежных зон, защиту водных ресурсов. И, конечно, переход на устойчивость, используя энергию и развитие перепрохозяйства в измененных условиях. Тех условиях, которые соответствуют изменению климата в современном мире. Саней Шадеевич, вновь вопрос к вам. Вы до этого упоминали таяние ледников, ускоренное в вашем регионе, то, что засухи происходят чаще сейчас. И вот хотелось бы в этом контексте упомянуть тоже исследование недавнее, относительно недавнее, где-то пару лет назад, Азиатский банк развития опубликовал. И вот согласно их анализу, в главных реках Центральной Азии, Амударья и Сырдарья, к 2050 году объем воды может сократиться где-то на 10-15%. На ваш взгляд, что это будет значить для региона? И вообще, что сейчас происходит с водными ресурсами в мире? Большое спасибо. В целом, нагрузка на водные ресурсы растет повсеместно, в связи с ростом населения и необходимости развиваться экономики. Они используются чрезмерно и загрязняются. Что касается нашего региона, как я уже отметил, они имеют стратегическое значение, как и в плане сельского хозяйства, орошаемого земледелия, так и в плане выработки электроэнергии. И любое существенное изменение в режимах этих рек будет иметь болезненное значение, болезненное влияние для наших стран. И, конечно, существуют разные прогнозы. Например, есть прогнозы, что в 40-е и 50-е годы, наоборот, будет в начале увеличение количества из-за резкого таяния льда. А потом будут происходить существенные сокращения после 50-х годов. И в любом случае это означает серьезное сокращение количества доступных водных ресурсов. И к тому времени население региона возрастет. Необходимо будет поддержать темп развития экономики. И, следовательно, потребуется большее количество воды, чем даже сейчас. И в связи с этим необходимо восполнить эти потери. И для этого нужно принимать эффективные меры, направленные на повышение эффективности использования водных ресурсов, сокращения потерь и принятия других необходимых мер, которые позволят адаптироваться уже к условиям тех дней. Исмир Аханум, ну вообще проблема воды, она уже сегодня стоит очень остро. Есть исследования ООН по этому вопросу. ООН говорит о том, что уже сегодня примерно половина населения планеты страдает от нехватки чистой воды. И примерно 800 тысяч человек ежегодно умирают от болезней, непосредственно связанных с нехваткой чистой пресной воды. И причем большинство из этих людей дети. И от года к году эта ситуация ухудшается. Как вы считаете, как эту проблему решить? Вообще какие способы решения вот этой проблемы нехватки воды сегодня предлагаются, существуют? Спасибо за вопрос. На самом деле это очень важная, актуальная тема сегодня. Во-первых, водные проблемы, они раздают дефицит воды. Загрязняются водные ресурсы там же, не климата. Транс-хроничные водные конфликты, возможно. Эрозия засоленной почты, возможно. И какие пути решения есть и над ними работают? Во-первых, это эффективное управление водными ресурсами. Это разработка национальной, региональной стратегии водопользования. Создание интегрированных систем управления водными ресурсами. Потом модернизация, улучшение инфраструктуры. Внедрение также современных технологий. Использование, например, капельного рожения и других водосберегающих технологий. И в сельском хозяйстве, и в ежедневном потреблении. Разработка и внедрение технологий очистки и повторного использования источных ходов. Также перешение, то есть международное сотрудничество. Заключение международных соглашений по совместному управлению с разграниченными водными ресурсами. Создание совместных комитетов или же рабочих групп для разрешения водных конфликтов и координации действий. И немаловажную роль здесь играет образование и повышение осведомленности. То есть образовательные программы для населения о важности водосбережения, о правильности использования водных ресурсов. Тренинги, семинары, допустим, какие-то. Адаптация к изменению климата также очень важна. И осознание, что климат меняется, и все-таки новая модель поведения, она уже сегодня очень актуальна. Также мерой, то есть финансирование и инвестиции. То есть привлечение международных национальных инвестиций на реализацию крупных инфраструктурных проектов, водных проектов, создание финансовых механизмов для поддержки инициатив по сохранению и рационального использования водных ресурсов. То есть реализация этих мер требует скоординированных усилий, как национальном уровне, так и на международном уровне. И, кроме того, она требует также активного участия всех заинтересованных сторон, включая и бизнес, и научные сообщества, и гражданское общество. Как вы считаете, обычные граждане, обычное общество, что может сделать для того, чтобы более эффективно управлять водными ресурсами? Для начала научиться экономно использовать, конечно же, бережно относиться к окружающей среде, в первую очередь к водным ресурсам, не засорять, очищать. Каждый, если вложит какой-то вклад от себя, то в общем это поможет на миллиарды, конечно же, может быть эффективно. Сыновей Шадеевич, вновь вопрос к вам. Я знаю, что Таджикистан неоднократно на международном уровне выступал с важными инициативами в плане защиты водных ресурсов, сохранения водных ресурсов и вообще с инициативами, которые должны помочь в международной борьбе с изменением климата. Могли бы вы рассказать, что это за инициативы и какие результаты от этих инициатив ожидаются? Большое спасибо. Действительно, Республика Таджикистан с начала 2000-х годов активно продвигает водные вопросы на глобальном уровне. И к настоящему времени резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН приняты пять инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмамуэля Рахмона, связанных с водой и климатом. И это международный год пресной воды, 2003 год, международное десятилетие действий вода для жизни, 2005-2015 год, международный год водного сотрудничества, 2013 год, и международное десятилетие действий вода для устойчивого развития, который сейчас продолжается. И недавно мы уже перешли половину этого срока. И последняя инициатива – это международный год сохранения ледников, 2025 год, который был принят в декабре прошлого года. Все эти инициативы направлены на повышение информированности мирового сообщества о климатических проблемах, привлечение внимания к ним, развитие сотрудничества, создание коалиций и принятие коллективных действий по их решению. Благодаря этим усилиям достигнут значительный успех. Сегодня, наряду с вопросом изменения климата, водные вопросы являются одним из приоритетных тем глобальной повестки дня. Созданы различные движения и коалиции, принимаются в практической мере по решению имеющихся проблем. И одним из важнейших результатов этих усилий является созыв первой за почти 50 лет и второй в истории ООН, водной конференции ООН в марте прошлого года, которая состоялась под председательством Республики Таджикистан и Королевством Нидерландов в рамках международного водного десятилетия. Эта конференция показала объединяющую силу воды как на примере Республики Таджикистан и Нидерландов, так и на примере стран-сопредседателя интерактивных диалогов конференции. Она создала необходимый политический импульс на уровне ООН и послужила принятию водной повестки дня, которая включает более 800 добровольных обязательств. Кроме того, одним из ключевых посланий этой конференции была интеграция воды в повестки дня ООН и другие международные мероприятия, процессы, включая конференции по климату, по окружающей среде, по продовольствию и другие. Опираясь на эти достижения, Республика Таджикистан, Королевство Нидерландов и Объединенные Арабские Эмираты сотрудничали для продвижения итогов этой исторической конференции на КОП-29 и обеспечить более видимой роли воды в рамках КОП-28. В результате были определены три приоритетных темы для водной программы КОП-28. Это защита пресноводных экосистем, устойчивость водных ресурсов в городах и водоустойчивые продовольственные системы. И по этим трем темам были организованы сессии высокого уровня на уровне министров, миров городов и руководителей международных банков развития. Официальная программа председательства КОП-28 включала отдельный тематический день, посвященный вопросам продовольствия, сельского хозяйства и воды. И впервые в рамках КОП был организован саммит действий по воде и климату, который состоялся на уровне глав государств и глав правительств. Все эти мероприятия имели конкретные практические результаты. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты объявили инициативу о выделении 150 миллионов долларов для поддержания деятельности в сфере решения проблем дефицита воды. Международные банки развития объявили удвоить количество людей, получающих выгоду от финансирования водный сектор. Значит, были присоединения новые страны, более десятки стран присоединились к инициативе по сохранению пресноводных экосистем, которые подразумевают восстановление более 300 тысяч километров деградированных рек и более 350 миллионов гектаров деградированных воднооболотных угодий. И была запущена рабочая группа по продовольственным и сельскохозяйственным системам в рамках секретариата РКИКООН. И, конечно, это только малая часть, которую я сейчас назвал. И мы убеждены, что все эти усилия вносят достойный вклад в решение проблем изменения климата. Вновь вопрос к вам. Понятно, что самостоятельно отдельно взятая страна справиться с изменением климата не способна. Ни одна страна в мире, даже такая крупная, как Соединенные Штаты, для этого необходимы совместные усилия, как региональные, так и международные. Даже если одна страна что-то предпринимает, а рядом другие страны ведут другую политику в области климата, то результат будет нулевой. Ну, допустим, вот на примере Армении мы видим такое, когда Армения загрязняет воды, реки трансграничные, соответственно, мы от этого тоже страдаем. Как вы считаете, если говорить про Центральную Азию, какое сотрудничество мы можем развивать с этим регионом в плане защиты климата, борьбы с изменением климата? Сотрудничество в экологической области между Прикаспийскими и Центрально-Азиатскими странами, это Падастан, Новосибирскими странами, Кыргызстан, в сфере водоснабжения имеет большое значение для устойчивого развития региона. Ну, могу перечислить некоторые направления такого сотрудничества. Во-первых, это совместное управление водными ресурсами, создание международных комитетов, рабочих групп для организации использования водных ресурсов. Особенно это касается трансграничных. Допустим, следующий направление разработка и внедрение совместных технологий водоочистки, водоснабжения, обмен опытом и технологиями в области водоснабжения и повышения эффективности использования воды. Миллиорация и регации. Тут мы можем сотрудничество в области совместных проектов по улучшению ирригационных систем для повышения эффективности цикла хозяйства, например. Или же совместные исследования и внедрение передовых методов миллиорации, допустим, для борьбы с засолением или эрогией почвы. Следующее направление может быть создание исследования и обмен данных. Здесь можно привести пример такого, что приведение совместных научных исследований, обмен данными о состоянии водных ресурсов соседей и различных регионов. Климатические изменения здесь также можно обмениваться данными и их влияние на водные экосистемы. Создание совместных, например, научно-эстетических центров и лабораторий. Также повышение, допустим, разных программ по повышению осведомленности обучения. Развитие инфраструктуры и совместные финансированные проекты какие-то. И, конечно же, международное соглашение, политическое сотрудничество, которым так применятся для решения данных проблем. И такое сотрудничество позволит странам региона эффективно использовать водные ресурсы, улучшить экологические ситуации, обеспечить устойчивое развитие в условиях изменения климата. А вы как считаете, какое сотрудничество в области климата мы можем развивать, Таджикистан и Азербайджан, и в целом, какие региональные инициативы Таджикистан поддерживает и в каких региональных инициативах по климату заинтересован? Большое спасибо. Без надлежащего сотрудничества на всех уровнях невозможно решить проблему изменения климата. Необходимо сотрудничество как на региональном уровне, на международном, на глобальном уровне, так и на локальном уровне. И при этом надо обеспечить, чтобы также было межсекторальное сотрудничество и также с учетом включения всех заинтересованных сторон. Такое сотрудничество может быть по широкому кругу вопросов, начиная от обмена успешным опытом и информацией до выработки решений и принятия совместных мер. И даже могу привести пример успешного опыта сотрудничества между нашими странами региона, когда в 2022 году нам удалось минимизировать негативное воздействие, негативное влияние маловодного года на сельскохозяйственный сектор наших стран и другие сектора именно благодаря тесному сотрудничеству и координации между нашими уполномоченными ведомствами. И что касается принятия совместных действий, мы знаем, что если 90% последствий изменения климата передается через водные ресурсы, то около 90% адаптационных мер также связаны с водой. Поэтому необходимо иметь более тесное сотрудничество на всех уровнях и в первую очередь по водным вопросам с теми министерствами и ведомствами, региональными структурами, которые занимаются вопросами управления водными ресурсами, экологиями и другими вопросами, которые могут иметь отношение к водным ресурсам или повлиять на их. И исходя из этого, Таджикистан совместно с другими странами в количестве стран более 5 стран и несколько десяток организаций с 2001 года, с КОП-26 активно продвигает водные вопросы в рамках повестки дня по климату. И с тех пор совместными усилиями наши страны, наши партнеры организовывают водные павильоны в рамках конференции по климату. Мы также продвигаем водные вопросы в рамках других тематических павильонов, чтобы обеспечить как раз тот секторальный подход, о котором я говорил выше. И также стремимся, чтобы вопросы воды и климата были интегрированы на официальном уровне. И стремимся, чтобы водные вопросы также были включены в итоговые документы конференции по климату. И нам удалось именно благодаря тесному сотрудничеству и совместным усилиям впервые в рамках КОП-27 включить несколько абзацев именно по вопросам воды. И как вода может способствовать решению вопросов изменения климата. Исмир Аханов, вновь вопрос к вам. Общеизвестно, что в этом году в Азербайджане пройдет очень важное климатическое мероприятие, крупнейшее климатическое мероприятие в мире, конференция ООН по изменению климата КОП-29. Каковы ваши ожидания от этого мероприятия глобального? В частности, какой вклад это мероприятие может внести в решение проблемы изменения климата в нашем регионе? Конференция ООН по изменению климата КОП-29 вызывает большие ожидания в связи с необходимостью ускорения глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Первое можно обозначить как усиление глобальных климатических обязательств. То есть обновление и укрепление сотрудничества между странами. Ожидается, что страны предоставят обновленные и более амбициозные национальные определяемые вклады, чтобы соответствовать целям парнического соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5% градуса. То есть от 1,5 до 2 градусов. То есть именно цель климатических изменений, чтобы не допустить нагрев в этих пределах. Потом необходимо, конечно, ожидается конкретный план действий. Предложенные конкретные планы действий. То есть участники предоставляют, предоставят, скорее всего, конкретные или же более реалистичные планы по сопрещению выброса парниковых газов, включая переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности. Также ожидается, что будет инициатива каких-то финансовых предложений, финансовых пакетов по финансированию климатических изменений. Это увеличение климатического финансирования. То есть страны и доноры, подтвердя свои обязательства по увеличению финансовой помощи развивающейся странам для адаптации этих стран и смягчению последствий изменяющегося климата. Естественно, здесь ожидается, что будут разработаны и приняты новые политические механизмы. Механизмы торговой углеродов. Разработка и утверждение правил для международных рынков углеродных кредитов, например. Что позволит странам торговать выбросами и стимулировать инвестиции в низкоуглеродные технологии. Участие и поддержка всех из заинтересованных сторон также будет как ожидание от ФОК-29. Дальше, что ожидается? Это ускорение перехода на возобновляемые источники энергии. Поддержка зеленой энергетики. То есть что это? Увеличение инвестиций и субсидий на развитие возобновляемых источников энергии. Такие как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и снижение зависимость от ископаемого топлива. То есть разработка стратегий для снижения использования угля, нефти, газа, что является ключевым для достижения климатических целей. Эти и другие ожидания, конечно же, отражают настоятельную необходимость глобального сообщества действовать более решительно и скоординированно для борьбы с изменением климата и обеспечения устойчивого будущего для всех нас. Сыновей Шадевич, а Вы до этого уже упоминали конференцию КОП предыдущие, с какими инициативами Таджикистан приезжал на конференции 26 и 27 и другие. Какие ожидания Таджикистана от следующей конференции, которая пройдет в Азербайджане и как Вы считаете вообще с какими инициативами Таджикистан может выступить на этой конференции? Большое спасибо, очень хороший вопрос. Я хочу начаться с того, что мы уже начали сотрудничество с нашими азербайджанскими коллегами в рамках недавно состоявшейся конференции, третьей Душанбинской водной конференции. И мы совместно с нашими коллегами из Азербайджана, из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевством Нидерландов с поддержкой Стокгольмского международного водного института уже провели одно мероприятие, отдельная сессия, посвященная поддержку водной составляющей КОП-29. И мы возлагаем большую надежду на КОП-29, особенно на ее водной программе. Хотя понимаем, что подготовка и проведение климатической конференции представляет собой очень сложный переговорный и организационный процесс. Очень надеемся, что достигнутые в рамках предыдущих КОП, в том числе КОП-28, будут развиваться дальше и что вода будет иметь более сильное присутствие и видимость в рамках КОП-29 и станет частью официальной программы. Мы готовы всячески поддержать наших азербайджанских коллег и желаем им больших успехов в этом. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что по видеосвязи к нашей студии сегодня подключались Исмира Ахмедова, руководитель Центра аналитика информационных ресурсов, преподаватель кафедры прикладная экономика Азербайджанского государственного экономического университета и Сануи Байзода, представитель Таджикистана в исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили про изменение климата в Каспийском регионе и Центральной Азии и о том, как это сказывается на благосостоянии людей и государства. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok